Всем привет! Это не влог, это будет скорее видеорассказ о том, что же за авантюра у нас такая была. Многие уже, кто-то догадался, кто-то был близок. Мы хотели купить дом. Мы его чуть не купили даже, на самом деле. Давайте, наверное, по порядку с самого начала расскажу. Дело в том, что в конце января, когда мы еще были с Машей на даче у моих родителей, у нас возникла такая идея, внезапно, спонтанно, вы сами знаете, что мы никогда ничего особо не планируем, внезапно, спонтанно возникла идея расширить немножечко жилоплощадь нашей дачи. Но у нас участок для строительства нового дома маленький, рядом ни один из участков пока не продается, поэтому строиться это был не вариант. Ну и строиться не хотелось, потому что мы столько дел имели со стройкой, у нас постоянно были какие-то проблемы со строительством, в общем, не суть. Недалеко от места, где у нас дача, оказался дом, выставленный на продажу, который в целом внешне по всем признакам подходил нам для расширения, так сказать, пространства. И мы загорелись этой идеей, мы решили, почему бы, почему бы не купить этот дом, купить его, переехать туда, а потом в итоге продать дачу, на которой мы сейчас. И мы ходили смотреть этот дом, там вроде как вот все, что было в описании, все понравилось. Но в итоге мы его посмотрели. Дом неплохой. Дом, в принципе, хороший. У него очень хороший фундамент, у него нет никаких там трещин, нет перекосов, у него очень хорошие перекрытия железобетонные между этажами. У него абсолютно прямые стены, никак не потресканные, ничего. То есть в этом плане, он в плане каркаса, он идеален. Но было несколько моментов, которые нам не подошли совершенно. Дело в том, что внутри очень много узких лестниц. И сами понимаете, что бабушка у нас не справится с таким количеством лестниц. Она еле-еле у нас справлялась с лестницами, которые идут на первый этаж с улицы, на крыльцо. А тут получается, что у дома есть цокольный этаж, который по факту является первым, но на нем нет жилых этажей, жилых комнат. Жилые комнаты начинаются со второго этажа. И кухня начинается со второго этажа. На втором этаже все это. Первый этаж цокольный, там располагалось в этом доме только гараж, мастерские, сауна, которая нам не очень нужна, потому что мы не паримся. И санузел с душем и с ванной. А на втором этаже, куда нужно подниматься как раз-таки по лестнице, располагались уже там жилая комната, кухня, гостиная. Ну и есть третий этаж, где располагались спальни. То есть понимаете, да? Санузел в доме один, и он располагается на первом этаже, тире такого цоколя. То есть в любом случае, спускаясь, например, если человек живет даже на втором этаже, ему придется спускаться вниз в туалет, потом подниматься наверх. А не говоря уже про третий этаж, но про третий этаж мы уж молчим, там, где спальня. Сейчас разговор идет скорее про именно бабушку, хотя и родителям тоже это не очень будет удобно. Это оказался не единственный минус, хоть и один из основных. Дело в том, что в итоге оказалось, что у дома был заявлен септик, но на самом деле там... Ну да, наверное, септик, но мы ожидали от этого септика, что это будет автономная канализация, как у нас сейчас стоит, да? Но по факту оказалось, что это кольца. То есть это просто резервуар. Вот. Что в принципе тоже неплохо, и в некоторых случаях даже, наверное, лучше, чем автономная канализация. Но так как мы уже привыкли к нашей автономной канализации, мы понимаем, как она действует. Мы дел с септиком не имели, с таким классическим, да, когда зарыты кольца. И, ну не знаю, это нам не очень понравилось, это нам, скажем так, не подошло. Плюс была заявлена скважина, вот. А по факту так получилось, что скважины-то у дома и нет. Насоса в ней нет. Она вроде как сама по себе где-то есть, но дом стоял больше 20 лет. В нем не жили, то есть от скважины там, считай, ничего не осталось. Когда-то она, наверное, была, но сейчас получается, что ее нет. Хотя она была заявлена. Мебели в доме нет, но это и не важно. Это и не... Это даже, наверное, хорошо. В остальном, в остальном, вроде как, все хорошо. Есть отопление, разведена в доме вода, разведена в доме канализация. Так-то, в принципе, все выглядит как жилое, то есть заезжай и живи. И нам вроде бы понравилось так вот, да, ну, не считая лестниц. Ну, думаем, ладно, если мы уж начали смотреть, то давайте его тогда посмотрим конкретнее. То есть если будет прям совсем все хорошо, тогда, может быть, имеет смысл рассмотреть этот дом как покупку. Но с учетом того, что придется делать санузел там на втором этаже, на третьем этаже, то есть с такими переделками, да, вот, чтобы можно было там не бегать в цоколь каждый раз. Поэтому мы, многие услышали разговор про Алексея. Да, мы вызвали Алексея, чтобы Алексей своим взглядом посмотрел на дом, посмотрел на электрику, на трубы, на все, на все, на все, на все, на отопление. В принципе, на все, что он знает, в чем разбирается. Мы его вызвали, он нам не отказал, спасибо ему большое, посмотрел. Ему, его насторожила крыша, сказал, что, скорее всего, ее нужно будет всю менять, перекладывать, а это будет очень дорого, потому что дом большой. И это не единственное. Сказал, что, скорее всего, нужно будет перекладывать канализацию практически 100%, потому что за такое время простое. Мы никогда не узнаем, течет она или не течет. Мы об этом узнаем тогда, когда, в общем-то, это место нужно будет уже, я не знаю, от того, что там творится под домом, нужно будет, наверное, зарывать или ставить саркофаг, как на Чернобыльской АЭС. Короче, это такая спорная вещь, а подлезть к коммуникациям в этом доме никак нельзя, потому что они 20 лет назад он строился и не предусмотрели ни люков никаких, ничего. То есть там все вмуровано, и чтобы подлезть, нужно будет разворотить половину цоколя. Вот так. В общем, есть свои минусы, есть свои плюсы. В целом получилось, что дом неплохой, но нам, к сожалению, он категорически не подходит. И в итоге, взвесив все за и против, мы от него отказались. То есть там такая ситуация, что для нас, чтобы его сделать таким, какой он нам нужен, нам придется вложить еще одну такую же стоимость дома, даже, наверное, больше, чтобы довести его до того состояния, чтобы он был нам удобен. И даже в этом случае все равно останется миллион лестниц, которые придется преодолевать. Поэтому решили, что он нам не подходит. Вот. И вся эта канитель началась с 30 января. По крайней мере, именно этой датой у меня датируются первые видео, когда мы снимали с... Как-то сказать, дом. Вот. Когда мы его осматривали. И завершилось это все только вот последним выездом, однодневным на дачу, когда смотрели уже дом по полочкам, конкретно что, где, как и так далее. А, да, почему такой разброс между январем и мартом? Потому что, когда мы его осматривали в январе, у дома не было подключено электричество. Почему-то. То есть оно когда-то было, потом его отключили. И когда мы его первый раз осматривали, электричество не было подключено. То есть провод от столба идет, а внутри дома электричества нет. Вот. И невозможно, получается, проверить работоспособность оборудования, работоспособность электрики. Ничего из этого не видно. И условились, что подключат электричество. И мы тогда посмотрим его второй раз уже более подробно. Вот. И вот последний раз, когда мы были, и решилось. Мы его посмотрели. Вот. Приезжали и риэлтор, и Алексей приезжал смотреть. И, в общем-то, вот и вся история. Ничего не изменилось на сегодняшний день. Это не значит, что мы ищем дома на покупку. Нет. Просто так все сложилось. Когда мы были вот в январе, просто вот было такое спонтанное желание, что почему бы и нет, а давайте, да. И начали смотреть. И поблизости действительно оказался по внешнему виду подходящий дом. И вроде как так захотелось, думаю, вот он, вот он, вот он наш шанс. Думаю, надо сделать, надо сделать. И мы стремились, действительно. Но, к сожалению, не получилось. Поэтому пока все остается так, как есть. Я не исключаю того, что, может быть, нам в будущем подвернется еще какой-то вариант. Или в будущем, я не знаю, мы вдруг внезапно будем строиться. Хотя, честно говоря, к стройке из нас никто не пылает. Но как оно будет потом, предсказать сложно. Планов нет, сразу говорю. Поэтому, если вдруг у нас происходят какие-то события, они происходят спонтанно. Все остается так, как есть. Тем, кому интересно, дальше можете посмотреть, как мы осматривали дом. Как мы ходили его смотрели. Можете сами посмотреть на него. Так что, вот и весь секрет. Никакого секрета нет. Так, если вы не против, я снимаю. Да, на здоровье. Потому что мой покон. Мне скажете, где посветить, я вам посвечу. Да, я думаю. А, ну да, цвета же нет. Все, включили. Так, ну, вот я знаю, что здесь вот, грубо говоря, как это назвать, у нас же здесь и печка, и, соответственно, сауна. Ага. Проходите, смотрите. Да, ну да, сейчас, по порядку. Что же? Дочка, крития. То есть, это что такое, да? На, возьми фонарь какой-то. Да, я так понимаю, что это котел. Возьми фонарь. Ну, почему вода заходит? Выходит. Расцарительный ботет. Аккумулятор, на зубе, ботеток. Боток расширительный. Так, нагрев гореться водой. Что это у нас? Не знаю, как, чего. Вот это. Простите. А чем она топится? Поддувало. Здесь бочки и, да, ну, здесь гореть что-то должно. Я не понял. Вода заходит. Вот она там. Я думаю, что это, ну, вот это электричество, наверное, а этот не электричество. Ага, водонагреватель. Да? Да, да. Нет, это не водонагреватель. Нет, здесь вот, здесь водонагреватель. Да, вот он. Тут водонагреватель. Старинный. Ага, ага. Душевая. Это душевая и тампадная. Вода в стенах, да? Ну, походу, сделано, да. Вода в стенах. Ну, там, конечно, там сауна. То, видите, она практически даже не юзная. Градусник. Интересный градусник. Согласен, осторожен. Однако. Че там? Печка. А, ну, печка, понятно. А, даже печка отсюда. Обычно как-то с той стороны. А, а там-то у нас другие печки, поэтому печка отсюда. Ну, в принципе, то что накидал, разогрел ее. Да не, это удобно. А, там, сейчас. Так, здесь вот зона отдыха. И все. Да, да, да. Лаушек. Болевная. Так, это выход на улицу? Это выход на улицу, да. Я боюсь, что там присыплено. Не надо, не надо. Я верю. Я к тому, что на схеме она есть. Она есть, и она есть. А на фотках я ее не видела. Вот что. Так, бабочки. Все понятно. Это все нормально, как у всех. А это что, подсобка? Ну, подсобка, да. Совершенно верно. Ну, или стакка, как у или стакка. Это сам. Ну, да. С теложи. Да, с теложи. Понять. А это, может, дополнительно, если нужно что-то? Ну, я и говорю, это надо понять. Ну, вот она подошла. Это уже пошло, где-то, кстати, все. Потому что они подсюда, либо отсюда. Слезь мастерской. Угу. А это что? Это тоже какие-то. Тоже какие-то. А это что? Это тоже бачок какой-то? Скважина, что ли, или что? Там еще один баб в гараже. Да? Ага. Водяной, судя по всему. Или антифрис, или вода. В гараже еще бачок стоит. Вон там, на полке. Большой. Мне кажется, это тебе накатители, может, и скважина. Ну, даже по полу, я бы сказал, что это самое. Не-не, это нормально. Ванна тут явно не было. Ну, да. Или было, но немного. Да, нет, там санузел, если влага попалась, такая, более-менее ложится даже, и то начнет заворачиваться. Ага. Так, санузел, да? О, ванна, ванна не была указана. Еще один душ. Еще один душ. Прекрасно. Так, откуда камни сыпались? Смотрим наверх, у них ничего нет. Нет, занесенный, это походу дело, из верстка. Занесли. Занесли. И бросили? Да, ну, вот это, или вытаскивали мячок. А, еще расширительный бачок. Еще раз. Накопитель этот, как его, давление. Ну да, вон аккумулятор. Да, гидроаккумулятор еще один. Так, ну, понятно, это на замену. Это душ и в туалет, да? Да, туалет, в вентиляции. Ну вот здесь тоже краники какие-то стоят. Не горят, все надо понимать. Плипка не вздулась. Нигде не лопнула. Нигде даже в углике, не в корюбусе ничего не отлетела. Да, за 100 лет ничего не лопнуло. И ее, Лена, не тянили. Попушечка небольшая. Чертенька. Плотовка. Ой. Прекратите рушить дом. Еще рано. Нет, это самое, я это зацепил. Глази, глази, да. Как я говорил, что мужчинка, так лучше. Батареи внизу есть. Мыть, мыть, мыть. Ну и руку даже естественно все сплотать. Ну понятно, да. А если бы мы помыть их вообще? Да. Так. Вот кухня, я так понимаю. Вы здесь вообще паркет. Вот сейчас на небо. Неожиданно, не там кухня, где я думала. Ну что же делать? Не, не, нормально все. Так, вот. Так, вода и соответственно, нужно сформизация. Вот, я делаю фигурочку. Даже под плиту уже есть, да? Даже плита есть. Да. Ну что, да, все. Ага. А где септик зарыт? Не знаю. Плита не южная вообще. Нулевая. Ну понятно. Кухня была. Септик уточню, уточню, при уточню. Ты какой? То ли откачивать его? То ли типа автономной канализации? Что там у него было? Он из двух частей состоит. Ага. И я так понимаю, наверное, там что-то, может, на 7, что ли? Ну, когда я спрашиваю, по уточню. Ну, то есть откачивать? А? Откачивать. Я думаю, что там он, наверное, откачивать. Конечно. Ну, смотрите, даже камень. Красота какая. Даже здесь ничего не отлетело. Да, да, да. Вот это вот тоже, я смотрю, ничего не отлетает. Ну, стены, посмотрите, они просто, ну, только цвет поменяли. Углы не разъехались. Да, да, да. Не разсохся, не растащен, ничего. Даже дырки. Стоит, как в литой стоит. Да, да, да. Батарея, батарея. Здесь батарея. Так, а здесь что? А, ну, типа... И здесь тоже. Типа комната. Это не, это два двора. На улицу, да, да, да. Здесь снег, наверное, нет? Давайте откроем. Давайте. Еще комната. А зачем? Ой, на мне паутина. Да, в кафе. И как еще в кафе? Комната. Это комната просто. Да, такая вот. То есть две комнаты здесь. Кухня и гостиная. Санузла здесь нет. Окей. Здесь одинарные окна. Это летняя. Батареи нет. Шкафчики, шкафчики. И маленькая комнатка. Домоход. Домоход. Трубы отопления. Железные, да? Железные трубы-то. Трубы отопления, железные. Это что, вентиляция, судя по всему. Для кухни. Я пойду пока на третий поднимусь. Патареи. Д rugby платка. Распобед да. Распобед. Про идти пация. Я пойду. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok А тут протекает крыша Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok